Добрый день дорогие друзья! Сегодня мы будем готовить очень вкусные и полезные печенье к чаю без муки и сахара. Начинаем готовить. Берем бананы, очищаем их от кожуры. Разменяем вилкой до пюре. У меня бананы маленькие, можно брать большие, разницы нет. Добавляем яйца. Хорошо перемешиваем вилкой. Чтобы соединить бананы с яйцем, добавляем еще одно яйцо. При этом продолжаем перемешивать вилкой. В полученную массу добавляем ложку меда. Если у вас аллергенем мед, можно использовать арахисовую пасту. Вызбиваем до соединения меда с массой. Добавляем овсянку. Перемешиваем. Затем добавляем разрыхлитель. Продолжаем перемешивать полученную массу. Дорогие друзья, если вы еще не подписывались на наш канал, подписывайтесь. Там у нас очень много рецептов на каждый день. Когда вся масса готова, даем тесту отдохнуть 5-7 минут. За это время измельчаем орехи. Слишком мелко резать не нужно. Приятно, когда орехи чувствуются в печенье. Можно брать те орехи, которые вы любите. Режем мелкими кубиками курагу. Все пропорции будут указаны в описании под видео. Пока измельчаем курагу. Можно включать духовку, чтобы разогрелось. Измельченные орехи и курага отправляем к тесту. Следом за ними отправляем изюм и сушеная вишня или черешня. Все еще раз хорошо перемешиваем. Ротфель застеляем пергаментной бумагой. Либо ложкой формируем наше будущее печенье, либо мокрыми руками. Кому как удобно. Наши печенье на противне. Отправляем в разогретую духовку. Духовку разогреваем до 180 градусов Цельсия. На 15-20 минут до золотистого корочки. Готовому печенью даем время остыть. Пока остывает печенье, будем готовить вкусный чай. Берем имбирь, лимон и черный чай. Имбирь нарезаем небольшими дольками. Лимон режем большими кусочками. Все кладем в заварочный чайник. Добавляем пол чайной ложки черного чая. Можно и больше, в зависимости от вашего вкуса. И заливаем кипятком. Через 15 секунд выливаем. Для того, чтобы убирать горечь чая. Снова заливаем кипятком. Даем настояться чаю 5-7 минут. И все готово. Желаю всем приятного чаепития. Если вам понравилось видео, поставьте палец вверх. До новых встреч!